Ужин по скайпу и запрет на кашель. Также вот города-заложники коронавируса, числе них и город Толдокурган. Несмотря на то, что у нас нет больных этой вирусной инфекцией, но конкретные защитные меры были приняты. Как живет Толдокурган сегодня после послабления карантинных мер? Поговорим сегодня. Здравствуйте. Хочу познакомить с гостем. У нас в гостях Нур Канатович Иджанов, советник и пресс-секретарь Акима города Толдокурган. Вы тот человек, который знает все по нашему городу областному центру. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу напомнить нашим телезрителям, если у вас есть вопросы, вы можете позвонить по телефону 40-01-09, код города Толдокурган 8-72-82. Также на ваших экранах есть номер WhatsApp мессенджер, по которому тоже можете отправить свои вопросы, правда письменные. Голосовые сообщения прошу не отправлять, отправлять только письменно. Мы здесь в студии их озвучим. Вот какие возможности дало послабление карантинных мер? Что предпринимает город на сегодня? Ну, как вы знаете, у нас сейчас происходит второй этап послабления карантинных мер на территории Алматинской области. Это дает нам несколько хороших возможностей. Сейчас город потихоньку оживает. Много торговых и сервисных объектов начали свою работу. Как вы знаете, уже многие СТО, автомойки, шиномонтажные, с сегодняшнего дня заработали уже парикмахерские салоны красоты. То есть это дает возможности городу постепенно оживать. Люди начали потихонечку работать. То есть это, можно сказать, позитивный настрой. Такой, слава богу, у нас в Талдыкургане коронавирусной инфекции не было и, дай бог, не будет у нас. Я думаю, это дает очень позитивный, такой хороший настрой на будущее. Вот после послабления второго этапа, послабления карантинных мер, что можно, а вот что нельзя? Как вы знаете, мы уже постоянно информируем наших талдыкурганцев мерами, предпринимаемые в рамках карантинного режима. То есть 4 мая вышло последнее постановление номером 9 от 4 мая текущего года главного государственного санитарного врача Алматинской области. Там все расписано, мы это делали публикации в соцсетях, в том числе и в средствах массовой информации, также размещали на сайте. То есть сейчас, конечно же, все люди, также торговые и сервисные объекты должны обязательно соблюдать усиленный санитарный и дезинфекционный режим. То есть в общественных местах по-прежнему нужно ходить в медицинских масках, желательно носить с собой перчатки, антисептики. Торговые и сервисные объекты на входе должны устанавливать санитайзеры, каждые 3 часа проводить влажную уборку. Конечно, нужно вот такие большие объекты, чтобы клиенты заходили обязательно в масках. Это тоже необходимые условия. Также есть ограничения по временному режиму работы. То есть эти усиленные меры безопасности позволяют нам, конечно же, уверенно смотреть на будущее, что у нас дальше и не будет зарегистрировано больных коронавирусом. Мы на это очень надеемся. Однако рост есть заболевших коронавирусом, вот спада нет. В связи с этим вот эти пославления не позволят нам где-нибудь подхватить этот вирус? Как, например, на сегодня Талткурган может защититься, если у нас уже свободное перемещение? Ну, у нас в Алматинской области на сегодняшний день, на сегодняшний час даже зарегистрировано 156 случаев. Слава Богу, что у нас в Талткургане не было до этого и не будет, надеемся. Для этого мы предпринимаем все необходимые меры безопасности. Все уже знают, что при въезде в городе Талткурган расположены 4 санитарных поста. То есть въезд до сих пор, до сегодняшнего дня, он по пропуску. Физическим лицам пропуск мы не выдаем. Пропуск выдается только организациям. Давайте облог поставьте, позже поговорим. Есть телефонный звонок, ответим нашему телезрителю, мы вас слушаем. Говорите. Говорите. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ахмед Субтитры делал DimaTorzok 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 Дал quick Далее Дальше 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 Субтитры делал DimaTorzok Дальше Резонансный случай был у нас до этого. Я сам тоже был вместе с Акимом города, Галамжаном Раиловичем Авдраимовым. Хотелось бы немножко предысторию. Мы практически целый месяц занимались, в первую очередь, разъяснительными работами перед населением, перед предпринимателями. Что можно, что нельзя. Занимались уведомительными работами, занимались предупреждениями, то есть мы никого не штрафовали. То есть этот месяц мы практически даже, можно сказать, очень мягко, корректно всю эту работу проводили. Но в связи с тем, что коронавирусная инфекция набирала прогресс, увеличивалась, и в целях безопасности, прежде всего, горожан, талдыкурганцев, конечно же, Аким города в первую очередь думал об этом. Ну, вот эти, благодаря этим жестким, конкретным, строгим мерам, благодаря этому, то город Талдыкурган считается самым чистым городом от коронавируса в Казахстане. Единственным я подчеркну. То есть жители города, которые, да, критиковали нас в соцсетях, потом уже сегодня вот Аким города выступил в прямом эфире в соцсетях, уже я видел комментарии, читал, что все его благодарили. То есть благодаря вот этой жесткой, конкретной, строгой работе, безопасность, жизнь и здоровье наших талдыкурганцев, оно превыше всего и стоит на первом месте. Вот я думаю, что такой ответ на этот вопрос, на эту критику. Вот насчет Инстаграма. У вас более 33 тысяч подписчиков за день, более 300 вопросов на номер WhatsApp поступает вам. Вы один из примеров того, что сегодня слышащее государство работает вот отлично через социальные сети, к примеру. Какие вот проблемы волнуют талдыкурганцев больше всего? Ну, у нас на страничке Талдыкурган Акимат в Инстаграме больше 3 тысяч подписчиков. У нас очень большой прогресс. За последние полгода мы с 14 тысяч превысили 33 тысячи. И наша страница является очень активной, может быть, даже самой активной. Поступают различные вопросы от горожан. В частности, я вот сам, как пресс-секретарь Акима города Талдыкурган, публично объявил свой WhatsApp, то есть номер. Мне в день приходят до 300 сообщений в день. То есть мне приходится отвечать на все вопросы. Основные вопросы – это, конечно же, жизненные, обычные, житейские проблемы. Касательно социальных вопросов. Много вопросов было про 42 500, про 50 тысяч от фонда Бергемес. 15 тысяч – возмещение коммунальных услуг, трудоустройство, безработица. Также касательно жилищно-коммунальной сферы у нас. Когда я получу квартиру и так далее, и так далее. То есть очень много вопросов, конечно, мне, как уполномоченному лицу, от лица Акимата города Талдыкурган, я выполняю вот такую необходимую, нужную работу. Людям нравится, когда им отвечают оперативно, тем более качественно, быстро. То есть они это оценивают. Сейчас Акимат города Талдыкурган стал намного более открытым, слышащим в рамках концепции нашего главного государства, кажется, Мажемат Кемильевич Тухаева. То есть это наша обязанность, мы должны эту работу дальше выполнять. Дальнейшая судьба вот этих проблем, как складывается, к примеру, к вам? Обратились жители Талдыкургана, и что дальше? Ну, у нас есть такой четкий разработанный алгоритм действий. То есть поступает проблема, подается сигнал о проблеме. То есть у нас есть в Акимате город Талдыкурган свой WhatsApp-чат, где задействовано, то есть присутствует руководство Акимата, плюс все подразделения, плюс коммунальные службы. И наши, ну, мы как действуем, как команда, да, там поступает проблема, каждый разбирает свою проблему, соответственно, выполняет, исполняет ее. Я, соответственно, уже потом после исполнения отчитываюсь перед конкретным жителем, который задал этот вопрос или озвучил свою проблему. То есть это выполняется, конечно же, в режиме онлайн. Какие-то вопросы мы решаем сразу в течение дня, какие-то вопросы приходится решать там, ну, несколько дней придется, да, там разбираться с этим вопросом. А так, в целом, можно сказать, что 90% всех проблемных вопросов мы закрываем. Зачитая вопрос телезрителя, говорили, что создадут новый автопарк, но до сих пор в Талдыкургане ездят очень старые автобусы, даже заходить не хочется, написал один телезритель. Как вот эта проблема решилась? Просто хочется сказать, что благодаря Акиму области и Аманде Габасовичу Баталову на этот год, насколько я проинформирован, мы будем обновлять автобусный парк города Талдыкурган. То есть у нас будут автобусы более современные, более такие большие, да, по объему, по пассажировмещаемости. То есть я думаю, в течение там года, несколько, два-три года мы обновим полностью весь автобусный парк нашего города. Да, согласен, есть некоторые автобусы, которые уже и морально, физически устарели, и в рамках вот данной программы мы собираемся в течение там несколько лет обновить 100% весь автобусный парк. Это уже решение как бы принято, то есть это будет происходить поэтапно. Я думаю, горожане это оценят. Ну, это будет автопарк нечастный, или это будет также частный автопарк, который будет также... Нет, автобусный парк муниципальный вообще изначально собирались, как бы и до этого был разговор, но антимонопольные органы, насколько я знаю, не дают разрешения. И вообще хотелось бы создать муниципальный автобусный парк, да, там компанию какую-нибудь. Но нам не дали разрешения, соответствующие там центральные госорганы мест, и пришлось вот посредством помощи государства вот этим семье, частным нашим пассажирским перевозчикам, то есть мы им даем возможность, помощь как бы обновить свой автобусный парк. Давайте расскажем телезрителям об экономике нашего города. Вот те процессы, которые происходят в мире на финансовых рынках, сказались и на Казахстане, и прежде всего и на экономике нашего города, наверное. Как отразилось, например, на работах наших предприятий, на деятельности и вообще на экономике в целом города? Ну, насколько вы знаете, все знают, возможно, что сейчас экономический кризис, который сейчас наступает в связи с пандемией коронавируса, плюс у нас на мировых рынках хорошо упала цена на нефть, основной наш экспортный товар, он считается, да. Конечно же, все это отражается на экономиках многих стран мира, также это отражается на экономике нашего Казахстана, потому что мы тоже вовлечены на мировом рынке, да, там мы тоже поставляем товары сырье на мировый рынок. Соответственно, потребительский спрос... Давайте об этом продолжим чуть позже, ответим телезрителю. Задавайте свой вопрос, мы вас слушаем. Вот вопрос, вот мы смотрим вашу передачу сейчас, тут про Затой Курган, мы очень рады, конечно, Палматинскую область, все, что это, а вот мы жители Копчегая, окружающих сел, у нас все, пока карантин не снят или снят? Спасибо большое. Ну, у нас в целом в Алматинской области режим карантина еще действует, он в силе. Сами знаете, что сейчас мы еще пик еще не прошли, в связи с этим у нас, сами знаете, сейчас указом президента режим ЧП продлен до 11 мая. Но окончание режима ЧП не означает автоматическое снятие режима карантина. То есть это все зависит от текущей ситуации, от заболеваемости, от пика болезни, от многих-многих этих факторов. Ну, в принципе, сейчас мы дальше продолжаем режим карантина. Пока полностью мы не остановим, пока полностью не убедимся, что болезнь уже полностью локализована, она пошла на спад, ну, скорее всего, я думаю, режим карантина пока еще будет действовать. Свободно передвигаться по Казахстану мы не сможем и по всему миру, пока? Пока, да, пока сидим дома, сейчас послабление уже есть, второе послабление, второй этап, потихонечку работаем, как бы налаживаем. Ну, в Талдыкургане, я еще раз повторюсь, у нас коронавирусной инфекции нет. Да, это радостное сообщение. Вот скажите, какие предприятия сейчас полным ходом работают, мы насчет экономики не договорили? Не договорили, да, то есть экономика сейчас в целом по всему миру у нас сейчас немножко пошла на спад. Казахстан тоже не исключение, но сейчас правительство и Национальный банк Республики Казахстан разрабатывает соответствующие меры, программы для оживления, для дальнейшего роста нашей экономики. Я думаю, что у нас все будет нормально. И вот эти меры, которые предпринимают наши центральные органы власти и местные исполнительные органы власти, то есть, думаю, позитив все равно будет, положительные какие-то результаты все равно будут. Бизнесмены, предприниматели не останутся один на один. Там, как говорится, будет всевозможная поддержка и помощь со стороны государства. Очень много вопросов вот к нам поступают насчет дорог, насчет КСК и так далее. Ну, хочу напомнить телезрителям, мы пригласим каждого специалиста, чтобы по каждой... Мы соберем ваши вопросы, обязательно в нашем прямом эфире мы этим специалистам зададим. Поэтому, извините, мы все ваши вопросы задать не сможем. Но к концу осталось немного. Ваши пожелания нашим телезрителям? Ну, как бы от лица Акимата города Талдыкурган, я бы хотел, конечно, талдыкурганцам немножко терпения. Осталось совсем ничего. Давайте будем, конечно, соблюдать все меры безопасности. Благодаря этому у нас город чистый от коронавируса. Я думаю, те меры, которые мы предпринимаем со стороны местного исполнительного органа, оно, конечно, дало свои результаты, свои плоды. Нужно, конечно, еще немножко потерпеть, и все будет нормально. Жизнь наладится, все будем работать. Ну, как говорится, потом дальше будет все хорошо. Спасибо. Вот на этой хорошей ноте мы хотим завершить сегодняшнюю нашу программу. Мы с вами встретимся, дорогие телезрители, завтра ровно в 16.00. Оставайтесь дома. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова